Девушки отдыхают 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! 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 Ты сама, не больше жизни, ярче солнце, Беливая любовь твоя. Пока мы живем, мы будем славить тебя, Мы будем вечно славить тебя. Пока мы живем, мы будем славить тебя, Мы будем вечно славить тебя. Ты святое, святое, святое. Мы превосносим твое имя, Увлечено вес. Ты святое, святое, святое. Мы превосносим твое имя, Увлечено вес. Ты святое, святое, святое. Мы превосносим твое имя, Увлечено вес. Ты святое, святое, святое. Мы превосносим твое имя, Увлечено вес. Увлечено вес. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА 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 СПОКОНАЯНАЯ МУЗЫКА Воздайте Богу славу сегодня. Семья, доброе утро. Присаживайтесь. Наш Бог чудесный. Сегодня, знаете, многие говорят особый день. Вы знаете, что в наших сердцах? Вот этот день, вот эта атмосфера, она всегда должна быть надеянной. Мне трудно говорить, потому что у меня есть многое, чего сказать каждому здесь сидящему. Потому что, когда Дух Святой тебе говорит, тебе хочется поделиться с каждым, с каждым из вас. Но сегодня я посвящаю эту тему своему самому близкому другу, который спас меня и вывел у меня из всех моих проблем, забот. Его зовут Иисус Христос. Когда я понял, что Иисус это реальность, Иисус, Он живой, моя жизнь, она полностью изменилась. Когда ты поймешь своим разумом, своим сердцем, всем сознанием, что Иисус, Он живой, Иисус, что Он сделал для тебя, ты будешь совсем жить по-другому, поверь. Ты будешь пропускать много слов мимо себя и не реагировать на нее. Твои болезни, неудачи и все, что будет происходить с тобой, они тебя не остановят в твоей жизни. Вы все знаете, взрослые люди, многие вещи нас останавливают, не так ли? Многие моменты в жизни, ситуации, общение с людьми, разговоры иногда приводят нашу жизнь здесь на земле в совсем другое место. Я также уверенно хочу сказать, что многие из вас забыли самое важное. Самое важное. Ты забыл сделать подарок для Иисуса сегодня. Прошла неделя подготовки, все готовились к чему-то, стремились, работали, ездили, отдыхали и думали. Но все мы забыли за Иисуса Христа. Представляешь, такая ситуация, я сидел, я не выдумал это, мне не выдавал этот Дух Святой. Я сидел, писал, он говорит, смотри, сынок, такая ситуация. У тебя день рождения. Все готовятся, покупают подарки, столы накрывают. Но тебя я на него не приглашаю. Ты остаешься в стороне и смотришь, как все радуются, веселятся и день рождения у тебя. Я просто хочу такой пример, чтобы ты поставил сейчас ситуацию Иисуса Христа. Все знают, что Он живой, все верят. Даже если кто сейчас в этом зале сомневается, я просто хочу тебе напомнить, что ты живешь даже по календарю. От рождения Иисуса Христа, 2012 год. Ты каждый день перелистываешь свой календарь, ты смотришь на время по календарю, когда Иисус, Он умер и воскрес. Мир забыл, что такое Рождество. Мир, мы уже говорили здесь и говорим, многое есть, многое сегодня новых людей, честно, мы рады. Вы попали в семью и добро пожаловать в эту атмосферу. Здесь открытые сердца. И каждый из нас хочет донести, стать указателем к Иисусу Христу. Не навязать тебе веру, не навязать тебе какие-то традиции и обычаи. Просто тебе показать, что сегодня ты нуждаешься в нем. И мир сегодня, он забыл, что такое Рождество. Забитые магазины людьми. Кто выходил в центр? Мы поехали в магазин в один, мы не могли припарковаться целый час. Суета, пробки, украшен город, рождественский базар с горячим виновным, со сладкими орешками. Сегодня это называется Рождеством, не так ли? Сегодня для нас это Рождество. Мы забыли. Мы забыли, что есть Рождество по-настоящему. И сегодняшняя тема называется «Свершилось». Сегодня будет несколько писаний. Когда мне Дух Святой показал это, я понял, что там вообще, там даже ничего не нужно добавлять. Там все расшифровано. Бог уже все объяснил и написал для каждого из нас. Знаете, есть места, которые нужно читать по-разному. Но здесь, он говорит, здесь все открыто. Мы иногда забываем это место. Я хочу сегодня напомнить. Тема называется «Свершилось». От Марка 15, 28, 28 стих. «И свершилось то, что сказано было в Писании, и поместили его среди преступников. Проходящие мимо люди оскорбляли его, кивая в его сторону и говоря «Эй, ты, который собирался разрушить храм и построить его в три дня, что же ты не спасешь самого себя и не сойдешь с Христа?» Все помнят эту тему. Все читали, даже детские Библии смотрели фильмы. Переосвященники и законноучители тоже насмехались над ним, говоря друг другу, он спас других, а себя спасти не может. Пусть же теперь этот Христос, царь Израиля, садил с Христа. Когда мы увидим это, тогда и уверуем в Него. И те, когда распяли вместе с Ним, осыпали его такими же оскорблениями. Сегодня мир, сегодняшний мир и все, что находится на улице, совсем не отличается от этого места. И вот в полдень тьма наступила на всей земле до трех часов в полудни. А в три часа в полудни Иисус закричал громким голосом «Эле, эле, лама, салахвани!» Это значит «Боже мой, Боже мой, почему ты покинул меня?» 35 стих «Когда некоторые стоящих рядом услышали это, они сказали «Послушайте, он зовет Илью». Тогда один человек побежал, пропитал губку уксусом, прикрепил ее к палке и дал ему попить, говоря «Погодите, посмотрим, придет ли Илья снять его». Знаете, находясь в этой обстановке праздничной, в тепле, спасибо Богу за это место, Я хочу сказать, что мы даже не понимаем, что здесь написано в глубину вот этих событий, что происходило там. Мы даже не понимаем. Общаясь недавно с ребятами, Знаете, они говорят, я говорю, поделись своим свидетельством об исцелении. Они говорят, знаешь, если человек не пережил эту боль, то эта боль никому не нужна. Никто не поймет так боль, которую ты сам пережил. Понимаете, о чем я говорю? Я хотел сразу же так же заседительствовать. Все помнят Снежану, Юру с Москвы. Человеку в марте месяце, в марте месяце поставили диагноз четвертой степени желудка. На сегодняшний день в Германии, в Юрсбург, у них клиника есть документы полностью, он полностью исцелен. Постаньте Богу славу. Он говорит, он напишет свидетельство и засвидетельствует. Они, ребята, были здесь в Юрсбурге, они еще приедут. Я ему говорю, Юра, это был твой самый короткий путь к Богу. Иногда нужно через боль, и когда он приехал с этой болью, когда он узнал в марте о своем диагнозе, то сегодня он совсем другой. Он пришел к нам со всех анализов, он попросил сделать все анализы, которые всевозможны. И на сегодняшний день, вы знаете немецких врачей, они даже в каждой зацепке будут цепляться. Они ни к чему не прицепились. Я говорю, что если у нас не будет боли, если мы не поймем это место. Та же глава 38 стих. И в тот же миг завеса в храме разорвалась надвое сверху донесу, и сужи громко воскликнув, испустил дух. Когда центриум, стояв же напротив него, увидел, как он испустил дух, он сказал, это человек и правда был Сын Божий. Тогда все стало на места, потому что невидимое стало видимым, понимаете? Нам очень трудно что-то рассказать человеку, потому что мы стали такими умными, начитанными и мудрыми, что невозможно тебе ничего донести в сегодняшний, в этот день. Понимаете? Я не хочу никого оскорбить и никого рассказать, просто мы стали взрослыми, мы стали настолько мудрыми, что мы читаем Библию, и мы даже не видим, что в ней находится. У нас свои проблемы, заботы, своя жизнь течет, а иногда эта жизнь Бог берет и нажимает кнопку «Стоп» в твоей жизни. Говорит, в четвертой степени рак, готов ли ты жить или умирать? Выбор за нами. Решение за каждым из вас, и никто не сможет, сидя здесь, быть привязанными наручниками, чтобы ты слышал Слово. Каждый пришел сюда по своей воле, и каждый пришел сюда по своему желанию. Я также хочу напомнить, что я посвящаю эту тему Иисусу Христу. Правда, мой самый близкий друг, потому что только Иисус, когда ты войдешь в свою комнату в тайну, когда ты будешь к Ему обращаться, только Он не предаст тебя. Только Он выслушает тебя до конца. Он выслушает все, что ты Ему будешь говорить. Все. Я горжусь, что я ученик Его. Я сегодня также при всех заявляю, что я ученик Иисуса Христа. Я хочу научиться качествами мужчины, которые обладал Иисус Христос. Этот мир украл и у женщин, и у мужчин все функции, понимаете? Все перемешалось в этом мире. Все соединилось, и уже иногда непонятно, с кем ты разговариваешь, с мужчиной или с женщиной. Иисус искупил мое прошлое. Он дал понять мне мое настоящее и также по защиту мое будущее. Это не только мое, но и твое, понимаешь? Я говорю за то, что я, я человек, и ты точно такой, как и я. И Он все сделал. Говорит, я уже все сделал для тебя. Родные, если бы я рассказал свою прошлую жизнь или написал бы книгу, может быть, когда-то ты бы и зачитался, если бы ты искал бы какой-нибудь хороший боевик или интересный фильм ужасов. В моей жизни было алкоголь, сигареты, и наркотики, и пытка людей, и блуд, и разбул, и финансы, и все остальное, понимаете? Я могу смело заявить, у меня никто это не заберет, веру в Иисуса Христа. Потому что где? Там я не собираюсь возвращаться. Я просто сегодня каждому хочу показать путь к Богу. Эти слова такие, эти слова на слух, быстро проскакивают, но, ну знаете, какая там боль. Какое там совсем несовершенство. Какая там темнота и грязь в этих словах. И вот почему сегодня поднимается молодежь, потому что уже невозможно, уже наелись здесь в этом мире всего. Всего, что можно было, все, что подсоловал этот мир. Я благодарен своему Иисусу Христу, своему другу, за то, что когда-то я произнес, произнес, не понимая того, своими словами. Иисус, я верю в Тебя и принимаю в свое сердце. И за один день моя жизнь изменилась. Иисус, я проповедую сегодня для Тебя, любимый. Я хотел бы вам сейчас поделиться небольшим откровением. Мы читали место и поместили его среди преступников. Задавали ли вопрос, почему в этот день были распят Иисус и еще два преступника? Иисуса поместили посреди двух преступников. Знаете, о чем это говорит? Смотрите. Что вокруг добра два раза будет всегда больше зла. Вокруг твоего здоровья всегда будет два раза больше болезней. Вокруг правды всегда будет два раза больше ушей. Вокруг святости всегда будет два раза больше греха. Понимаете? У Бога все связано. Зачем ему нужно было показать двух преступников и посреди также распять Иисуса Христа? Он говорит, везде, везде. В этом мире, он показал этот мир, что в этом мире все в два раза. И более того, будет больше всего грязи. Вокруг тебя, когда ты будешь прикасаться к Богу, когда ты будешь идти, сразу появится в два раза больше атаки. Понимаешь? Когда ты только подумаешь, изменить свою жизнь. Изменить и повернуть сегодня в нормальные отношения, бескомпромиссные, прожить без лжи, как мы все живем. Сказать правду. Что же ты не спасешь самого себя и не сойдешь с креста? О, как мы привыкли спасать только себя. Не так ли, церковь? Не так ли, родные? Как мы привыкли заботиться только о себе? Я хочу сказать, мы в этом не виноваты. Эти функции в человеке изменил. Мир. Знаете, какой мир, в котором мы живем? И он называется демоническим миром. А вот здесь интересно. Вот здесь очень интересно. Если сейчас это слово, демонический мир, зарезало тебе ухо, то ты в правильном месте. Потому что ты что-то услышал сегодня с этой темой. Невозможно говорить всегда о красоте. Потому что все-все составляет, все функции, все составляет демонический мир. И я хочу задать один вопрос, если кто-то со мной не согласен. Скажите, кто такой Бог? Частота, праведность, любовь. Скажите, этот мир можно, этот мир можно соединить с Богом, с этими существительными? Возможно ли этот мир соединить вместе с этими существительными? Кто такой Бог? Это еще одно слово в христианстве, где пастыра, где служители, они боятся сказать людям. Понимаете? Это тоже слово, оно входит, мы уже здесь смеялись. Есть, знаете, для христиан отталкивающие слова. Десятку где пожертвования, демонические, бесы. Об этом не говорится. Об этом все укрывается, все у нас красиво. Все произошло, совет вам до любовь. Да нет, знаешь, будь осторожен, я хочу сказать. Там совсем все по-другому. Там два раза все, все больше. Там больше два раза, когда ты становишься на путь истины. В твоей жизни появляется два раза больше. Тебе нужно стоять. Идем дальше. От Марка 15, 31. Стих. Пересоченники и законоучители тоже насмехались над ним. Говорят друг другу. Он спас других, а себя спасти не может. Ха-ха-ха, верующий. Ну что дал тебе этот Бог? Слышали его? Говорили вам? Ну кто ходит в церковь, кто там родственники, соседи, коллеги. Что тебе дал тот Бог? Что ты ходишь в эту церковь, скажи? В эту? Какая разница? Зачем тебе этот Бог? Посмотри на себя, посмотри на свою жизнь. И это правда. Я думаю, что вы слышали это и не раз. Я слышал это от своих друзей, пока я не выключил все кнопки, которые у нас были. Все сайты. Слава Богу, он меня за новую семью в Бог привожил. И я рад каждому из вас. Жизнь идет и в радости. Знаете, когда задают вопрос тебе, ты смотришь, слушай. А и правда, я вообще не имею отношения к этому миру. У меня нет такого дома, машины, друзей. И я уже не выпиваю и не употребляю другие вещи. И ты смотришь, и правда, ты с этим миром ничего общего не умеешь. Понимаете, к чему я говорю? Когда тебе задают вопрос. Когда ты себя рисуешь параллельно с этим миром, что тебе дал Бог. Потому что у человека, который не знает Иисуса, не знает Бога, совсем другая мечта. Наша мечта была раньше жить с избытком. Но когда ты в нем, ты живешь с избытком в нем. В его отношении и в радости. В его атмосфере. Это еще раз одно слово избыта, который также изменили функции люди. А ты забыл, что он тебя освободил от многих зависимостей? Ты забыл, что он тебя сегодня освободил от алкоголя, сигарет? Ты забыл, что он тебя освободил от аллергии, которая мучила тебе всю жизнь? Ты забыл, что тебе сегодня... Совсем по-другому ты себя чувствуешь. Ты забыл, что тебя сегодня болезнь, которая тебя мучила всю жизнь, она тебя просто сегодня не пугает. Ты спокойно к этому относишься? Ты забыл, что сегодня подошел к тебе муж и сказал, я тебя люблю. Ты забыл, что сегодня к тебе жена относится совсем по-другому, с уважением и смотрит на тебя, как на мужчину. Мы забываем. Мы забываем. Эти вещи, которые происходят в нашей жизни, мы должны ценить, мы должны славить его. Тебя мучила болезнь всю жизнь. Даже если ты сегодня не исцелен, ты же понимаешь, что это все равно все уже на кресте. Все умеет кровь Иисуса Христа. Я обращаюсь к вам, семья. Вы забыли за Иисуса Христа. Только когда тебе плохо, ты про него вспоминаешь еще несколько раз на Рождество и Пасху. Ну так ли? У нас там уже все в меню сделали, уже подарки мы купили. Но мы забыли. Какой сегодня праздник. Я прошу, я сейчас хочу прочитать одно местописание. Я не буду добавлять ничего человеческого. Возьмите это в сердце. Дима, можно тебя? Иоанна 1. В начале было Слово. И Слово было у Бога. И Слово было Бог. Вы заметили, что Бог всегда нас в начало возвращает? То-то было Слово был с Богом с самого начала. И все местописание Слово пишется с большой буквы. Жизнь была в нем, и эта жизнь была светом для людей. Свет сияет во тьме, и тьма не победила свет. Помните, когда поместили Иисуса среди преступников? Тьма и свет. Это был образ того, что здесь написано. В Библии все пересекается. Был человек по имени Иоанн, посланец Божий. Он явился, чтобы повидать людям о свете, чтобы все уверовали в Него. Свет. Здесь свет имеется в виду Иисус Христос. Вы понимаете, как здесь говорится? Он всегда был с Богом. Бог ждал. Когда нас освободит всех в прошлом, в настоящем, в будущем. Это Слово нужно для тебя сегодня. Он сам не был светом, но явился в мир, чтобы повидать о свете, о быстинном свете, который приходит в мир и просвещает. Слово тогда уже было в мире. Мир был создан через Него, но мир не признал Его. Он пришел в мир, принадлежащий Ему, но Его собственный народ не признал Его. Понимаешь? Когда ты это все создал, представляешь, ты создал, ты заходишь в себе домой, а твоя семья тебя не признает. Она даже не обращает на тебя внимания, она не видит тебя. Знаете, как все произошло? Иисус пришел к себе домой, на эту землю. И мир, Его братья, сестры, никто не признал. Некоторые же приняли Его, поверили в Него. Он дал нечто тем, кто уверовал в Него. И было это право стать детьми Божьими. Послушайте сейчас внимательно. Еще раз 12 стих Иоанна 1. Некоторые же приняли Его и поверили в Него. Он дал нечто тем, кто уверовал в Него. И было это право стать детьми Божьими. Всего лишь тебе нужно это поверить в Него. Это право. Других прав нет стать ребенком Бога. Да, ты можешь называться, ты можешь говорить все, что угодно, что все создал Бог Всевышний, но не признавая Иисуса Христа, ты никогда не будешь ребенком Бога. Никогда. Тринадцатый стих. Эти дети не рождаются на свет подобно младенцам. Эти дети не рождаются на свет подобно младенцам. По желанию или намерению людей это дети от Бога. Отец Губина, твои желания, все, что ты хочешь, ты не сможешь родить. Ты можешь родить физического ребенка, но Божьи дети рождаются им через Иисуса Христа. Может быть, сегодня эта тема кому-то нужна, а может быть, ты сегодня придешь и передашь то, что ты услышал. Желания и намерения людей без Бога ничего не рождают. Это всего лишь суета. Ты согласна со мной? Без Бога полностью вся суета. Ты будешь жить. Ты будешь работать. Ты будешь питаться. Ты будешь отдыхать. Но без Него. Ты же понимаешь, что-то в твоей жизни не хватает. Что-то ты упустил. Почему ты здесь оступился и подвихнул ногу? Почему ты здесь не прошел, а другой взял и прошел? Почему сегодня в твоей жизни в твоем сердце огромная боль? Понимаешь? Что происходит? Почему эта боль не уходит в свое сердце? Почему ты привязан к этому миру? Почему ты сегодня привязан к тому, что ты сам создал своими руками? Это ведь ценности моя. Отрывайся. Отрошу тебя. Оторвись. Пошли нас из тих. Слово стало человеком и поселилось среди нас. И видели мы славу Его, славу единственного Сына Отца. Слово было исполнено истиной и благодатью. О нем повидал мы дали Иоанн. Иоанн восклицает. Вот тот, о ком я сказал, тот, кто идет во след за мной, превосходит меня во всем, ибо Он существовал до меня. От полноты Его благодати и истинной мы все получили одну благодать за другую. Когда ты к Нему, только начни. Только подойди к Нему, только прими Его, и твоя благодать будет за благодатью. Если кто-то забыл, мы должны любить сердце, дышу, разумом и силой. Силой. Нужно приложить что-то сделать. Нужно прийти. Нужно противостоять. Этот мир, я напоминаю там мир, демонический мир, с Богом ничего не имеет общего. Ни одно существительное, ни одно слово, имя Бога, оно даже не соприкасается. Последний стих. Ибо закон был дал нам через Моисея, но истина и благодать пришли к нам через Иисуса Христа. Истина и благодать пришли через Иисуса Христа. И сегодня мы отмечаем день рождения Иисуса Христа. Я говорю, Иисус, с Днем рождения, любимый. Ты здесь. Возьми нас и научи. Давайте сейчас сами. Оставься свои заботы и переживания прямо сейчас здесь. Сегодня Его день рождения. Тебя Иисус лично пригласил на день рождения и приглашает сегодня за свой стол. Он говорит, если ты примешь меня, я приду в твой дом, я приду и сяду, накормлю тебя. Я научу тебя и выведу тебя. Можешь ли ты сегодня отречься от всех традиций, от всех подарков и от всего, что говорится Рождество? Можешь ли ты сегодня поверить в одну истину, что Иисус – это реальность? Сколько ты пробовал, сколько ты делал, сколько ты лечился, но у тебя что-то не получалось? Я хочу тебе сказать, у тебя один путь. Пойди сюда, Иисус. Позьми, поздравь Его, скажи, Иисус. Я хочу, чтобы ты всегда был со мной, чтобы твой день рождения в моей жизни никогда не заканчивался. Я хочу, чтобы тебе больно не было, что для тебя непонятно. Но Бог говорит, перестань выбрать все слова, возьми сейчас все, что у тебя на сердце не излее в эту минуту. Минуту славы. Здесь Божьи дети, здесь я, здесь Дух святой. Выходите, дети, говорит Бог. Тебе не надоело сегодня насиловать себя своими привычками, традициями, приметами. Перестань сегодня бояться жизни, перестань сегодня бояться. Выходи, перестань сегодня бояться мнения людей. Неужели это так тяжело? Своего разума убрать мнение людей и стать сегодня, стать и прославить Его. Кто нарисовал нам в церковь, скажи, где видно, где Иисус проповедовал? Он проповедовал на улице. Они собирались с дома, ученики. Он шел везде. И сегодня Он говорит, я услышал в вашем молитве. Может быть, ты там, где-то в потайной комнате, кто не знает, молился, чтобы пришел Иисус в твою жизнь и в жизнь этого города. Не важно быть на первом месте. Важно сегодня твое сердце. Твое сердце. Раздели. Раздели своим жизнью. Раздели. Иисус. 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 Он знает, он знает твое состояние, он знает, о чем ты думаешь и что происходит внутри тебя. И все-таки день будет сегодня для тебя новой жизни, но смейся жизнь, я хочу доверить свою жизнь тебе. Я верю, что ты умер за меня, я хочу, чтобы ты ввел меня в эту жизнь, я хочу идти за тобой. Я сомневаюсь сейчас, понимаешь, что в этой жизни, в этой жизни просто так ничего не бывает. В этой жизни ты не просто так на этом месте, мы все здесь вместе. Это не случайность. Это не случайность. Спасибо. Покажи нам сегодня свою славу. Покажи, Отец. Мы хотим познать тебя, мы хотим видеть все, что ты нам показываешь и слышать все, все, что ты говоришь нам, Отец. Мы устали сегодня ходить по лабиринтам этой жизни, Бог. Мы хотим сегодня нового, Отец. Выведи каждого на прямую дорогу. Выведи каждого, Отец. Каждого великий Господь. Я прямо сейчас, именем Иисуса Христа, власть Иисуса Христа, данной каждому нам, я разрушаю, разрушаю все болезни, все одержимости, полностью все это, что связываю, что не дает тебе прийти. Я прошу, не повозьми. Возьми сейчас. Возьми сейчас свое сердце. Я прошу, я прошу тебя, перерисуй сейчас все картины в жизни каждой. Если тебя беспокоит, Борис, нарисуй картину, что ты исцелен. Если тебя беспокоит одиночество, нарисуй сегодняшнюю утреннюю картину этой славы, когда сочетается жена и муж. Если ты сегодня чего-то ищешь, ищешь Его, иди за Ним. Попроси, чтобы Бог тебе показал Иисуса Своим. Все, друзья, все свершилось, родные, 2012 лет назад. Мне один прогноз, уже учителей и уже пророков, он никогда не состоится. Для детей Бога никогда не будет конца света. Никогда. Когда ты познаешь Его, ты познаешь вечность. Вечность. Вечность отношения с Ним. Ты познаешь, из чего ты создан, из чего ты состоишь, и что находится внутри тебя. Отдайся сегодня процессу. Продайся сегодня процессу, вытеси своего элемента. Выходи. Иисус, родина, Иисус, снова желаю вам. Самый близкий, Иисус. Спасибо тебе за то, что ты есть. Иисус. Ты не стесняйся, что ты веришь в Иисуса Христа. Поставьте Богу славу. Можно Иисусу хлопать, кричать, танцевать. Но живой Иисус. Скажи, Иисус, живой. Иисус. Продолжение следует...